На прошлом уроке мы познакомились с отрицательными числами. Они возникли сами собой из окружающего нас мира, как противоположные положительным. Если я говорю плюс 300 рублей, это означает я в плюсе, то есть прибыл составил 300 рублей. А минус 300 рублей означает я в минусе, то есть убыток 300 рублей. Числа 300 и минус 300 мы называем противоположными друг другу. Например, числу минус 2,3 противоположное число 2,3, а числу 10 противоположное число минус 10. А как же сравнивать эти числа? Ясно, что единица меньше, чем 2,1. И как мы ранее договаривались, число 2,1 лежит правее на координатной прямой, чем число 1. Давайте же придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если вы приедете в Якутск в марте месяца, то можете услышать следующий разговор. Сегодня у нас тепло, минус 20 градусов мороза. Да, а вчера было холодно, было минус 35. Из этого разговора следует понимать, что минус 20 больше, чем минус 35. И это рифмуется с нашими предыдущими договоренностями. Ведь минус 20 на координатной прямой лежит правее, чем число минус 35. Но, с другой стороны, 20 меньше 35, а минус 20 больше, чем минус 35. Ну, и, конечно же, понятно, что быть в плюсе всегда лучше, чем в минусе. Поэтому, если придется нам сравнить два числа минус 3,8 и 0,008, то ясно, что 0,008 больше, чем минус 3,8. И опять мы видим, что 0,008 расположено правее, чем минус 3,8. Итак, из двух чисел больше то, которое изображается на координатной прямой правее, и меньше то, которое левее. Сформулируем некоторые полезные выводы из нашей беседы. 5 больше 0, но минус 3 меньше 0, значит, любое положительное число больше, чем 0, а любое отрицательное меньше 0. 20 больше, чем минус 100,3. Это означает, что любое положительное число больше любого отрицательного. И, наконец, самый трудный момент. А как, например, сравнить минус 2,3 и минус 2? Мы уже поняли с вами, что минус 2 больше, чем минус 2,3. Значит, из двух отрицательных чисел больше то, которому соответствует меньше противоположное положительное. Минус 2 соответствовало двойка, противоположное число. А минус 2,3, противоположное число будет 2,3. 2 меньше, чем 2,3. Но минус 2 больше, чем минус 2,3. Предлагается сравнить числа. 2,19 и 2,1. Заметим, что целые части у этих смешанных чисел равны. Давайте попробуем сравнить дробные. Ясно, что 1,8 больше, чем 1,9. Потому что результат деления единицы на 8, конечно же, больше, чем единицу мы поделим на 9 частей. Итак, 2,1,8 больше, чем 2,1,9. Минус 2,1,9 и 2,1,8. Конечно, второе число больше, в силу того, что оно положительное. А первое число отрицательное. Теперь переходим к сравнению двух отрицательных чисел. Мы с вами знаем, что из двух отрицательных чисел больше то, которому соответствует меньшее ему противоположное. Минус 2,1,8 соответствует 2,1,8, как противоположное число. Соответственно, минус 2,1,9 соответствует 2,1,9. Заметим, что в примере А знак между ними больше. Значит, в примере В будет знак меньше. Имеется в виду, минус 2,1,8 будет меньше, чем минус 2,1,9. Переходим к примеру Г. Понятно, что ноль больше любого отрицательного числа. Ноль больше, чем минус 2,1,9. И с другой стороны, в примере Д, ноль меньше любого положительного числа. Значит, 2,1,8 будет больше, чем ноль. Задача. Какие могут быть координаты у точек А, В, С, Д, Е из предложенных? Заметим, что точка Д лежит левее точки, соответствующие координатой минус 3. Поэтому похоже, что у Д может быть координата минус 3,2. Больше претендентов нет. Разберемся с точками С и В. Точка Б лежит ближе к минус единице. А точка С на рисунке лежит ближе к точке минус 2. Соответственно, кандидаты на координаты для этих точек – это минус 1,3 и минус 1,8. Понятно, что координата минус 1,3, скорее всего, соответствует точке Б. А координата минус 1,8 наверняка у точки С. Итак, давайте закрепим. Точка Д имеет координаты минус 3,2. Точка Б имеет координаты минус 1,3. И, наконец, точка С имеет координаты минус 1,8. Попробуем разобраться с координатами для точек А и Е. А лежит ближе к точке 2, чем точка Е. Поэтому, скорее всего, у А будет координата 2,81,480. Заметим, что 81,480 меньше, чем 1,2. Ну и на рисунке похоже, что точка А лежит левее середины отрезка между точками 2 и 3. Поэтому, скорее всего, это и есть координата точки А. А вот для координаты точки Е мы не видим здесь возможностей. У нас остались отрицательные числа отпадают сами собой, а 3,225 явно не подходит. Ответ. Для точки Е нет координат из предложенных. В следующих примерах требуется сравнить числа, если вместо некоторых цифр поставлены звездочки. В первом примере мы видим, что нам предлагают сравнить два отрицательных числа. Давайте попробуем сравнить противоположные им положительные числа. В этой ситуации понятно, что второе число больше, да, потому что у него в разряде десятых стоит 8, а здесь 4. Значит, числа им противоположные, отрицательные, будут связаны противоположным знаком неравенства. То есть, первое число больше, чем второе. Точно так же поступим во втором примере. Заметим, что соответствующие им противоположные числа здесь целая часть представляет из себя двузначное число, здесь однозначное. Понятно, что первое число больше. Для отрицательных чисел первое число будет меньше. В примере 3, наверное, нам не понадобится ситуация с противоположными числами. Понятно, что отрицательное число меньше, чем 0. В четвертом примере та же самая ситуация. В случае с противоположными положительными числами мы видим, что в целой части снова двузначное число, а здесь однозначное. Второе число больше, а здесь, соответственно, первое число больше. Ну и, наконец, таким же образом сравним числа, предложенные в пятом примере. 95,0 и 2 звездочки, конечно же, больше, чем второе число. Потому что даже если вместо вот этой звездочки мы поставим девятку, все равно первое число будет больше. Соответственно, знак меньше. Попробуем проследить, как появлялись новые числа. У нас были натуральные числа и 0. Но нам их явно не хватало. Например, требуется решить уравнение х плюс 3 равно единице. Ясно, что такого натурального числа х не существует, которое вместе с суммой с числом 3 даст число 1. Но откуда могло взяться такое уравнение? Давайте пофантазируем. Например, я играл в покемонов. И у меня было в начале игры три покемона. Но под конец игры остался только один. Ясно, что я два покемона потерял. То есть х равен минус 2. Появились числа, противоположные натуральным. Они, как в зеркале, отразились относительно нуля. И таким образом образовалось множество целых чисел, куда входят натуральные, им противоположные и число 0. Напомню, множество целых чисел записывается в виде 0, точка запятой, плюс-минус 1 и так далее. Вернемся снова к натуральным числам. И поймем, что опять этого множества нам не хватает. Рассмотрим следующую задачу. Кусок проволоки длиной 2 метра нужно разрезать на три равные части. Вопрос. Сколько метров должно приходиться на каждый кусок проволоки? Рождается простое уравнение. 3х равно 2, где х – это как раз и есть то количество метров, которое приходится на каждый кусок. Ясно, что ответ у этого уравнения х равен 2 третям. Так появились дробные числа. А на прошлом уроке мы уже сказали о том, что для каждого положительного числа существует ему противоположное. Попробуйте придумать задачу, в ходе решения которого возникает ответ, что х равен минус 2 трети. Итак, подведем итог. Вначале у нас были натуральные числа. Обозначим это множество натуральных чисел буковкой Н. Это были числа 1, 2, 3 и так далее. После появились целые числа, которые включали в себя натуральные, им противоположные то есть минус 1, минус 2, минус 3 и так далее и 0. Обозначим множество целых чисел буквой Z. Итак, множество Z включает в себя множество N и добавляет к нему еще новые числа. После мы поговорили о том, что на сегодняшний день мы с вами уже работаем в множестве рациональных чисел. Обозначим его буковкой Q. Сюда входят целые, которые в свою очередь включают натуральные, а также дробные числа и им противоположные. Например, минус 1 третья здесь находится, 1 третья, 2, 1 десятая и так далее. Так что же число от латинского ratio, то есть дробь или отношение? Так какое же число мы назовем рациональным? Оказывается, рациональное число это то число, которое можно представить в виде несократимой дроби M деленное на N, где M это целое число, а N натуральное. Заметим, что наибольший общий делитель этих чисел равен единице. Еще говорят, что они взаимно простые. Ну, давайте попробуем поэкспериментировать. Как мы, например, представим число 2,1 в виде несократимой дроби? Как 21 десятую. А как мы представим, например, минус 3 целых и 1 восьмую? Мы представим, как минус 25 восьмых. Это тоже рациональное число. Ну, а, например, 6 мы видим, что 6 входит в множество q, потому что натуральные числа являются подножеством множества рациональных чисел. 6 мы представим в виде 6 первых. Ну, и, наконец, бесконечную десятичную периодическую дробь. Это просто будет 1 третье. Возникает вопрос, а есть ли еще числа, кроме рациональных? Конечно, есть, и мы с ними познакомимся позднее. Но сейчас я приведу вам пример одного такого числа. Посмотрите, как хитро оно устроено. Давайте попробуем рассмотреть дробь. 0,1, потом следует 2,0, потом 2,1, далее 3,0, 3,1 и так далее. То есть далее пойдут 4,0 и 4,1. На самом деле мы не то чтобы предъявили такое число, скорее всего, мы указали способ его записи, но это число уже не будет являться рациональным. И его нельзя представить в виде несократимой дроби М-9.